В преддверии Нового года глава Люберец Владимир Ружицкий навестил многодетную семью Натальи и Владимира Гура. Они воспитывают 11 детей. В качестве подарка глава городского округа преподнес им главный символ праздника – Живую Ёлку. Наталья и Владимир Гура воспитывают 11 детей. Четверо из них, приёмные. Самые старшие уже живут самостоятельной жизнью, а 8 мальчишек и девчонок пока находятся под надёжным крылом мамы и папы. Тяжело, наверное, всё-таки, как говорят, когда один или двое, а когда уже коллектив, и тем более такой сплочённый, как у нас, уже все друг другу помогают и руководить практически не приходится. Действительно, даже самые маленькие члены этой дружной семьи знают о своих обязанностях. Чтобы всё было по-честному, устанавливают графики дежурства. Не, с братьями ничего нормально, а вот с сёстрами там порой, ну, иногда споры возникают, но они потом быстро решаются, если найти компромисс. Ну, а так всё нормально. Но главную и незаменимую роль играет, конечно же, мама. Она и учитель, и надёжный друг, и главный советчик. Наталья Викторовна работает в Центре сопровождения приёмных семей в бывшем детском доме в Марусине. Она всё успевает и, безусловно, знает распорядок дня каждого ребёнка. Но при нештатной ситуации на помощь всегда приходят старшие дети. Ребята мне помогают Катю отвезти на танцы. Она ходит, занимается бальными танцами. Если я не могу забрать вовремя Лёшек, они его забирают из детского сада. Если я не успеваю что-то приготовить, они мне помогают приготовить ужин. Иногда даже по телефону. Было такое, что школу закрыли на карантин, а задания всем дали – пройти новые темы. И вот мне пришлось сидеть дома и преподавать физику, химию, математику с пятого по девятый класс. В преддверии праздников к семье Гура пришёл почётный гость Владимир Ужицкий. А вместе с ним и главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Те, кто помладше, сразу стали разглядывать подарки. А старшие непременно вступили в диалог с главой округа. Ну что, ребята, какие есть пожелания? Потому что мы сейчас поедем ещё к этому, к Деду Морозу. У нас вот их несколько. Может, это передать ему? У нас у всех всё есть. Что хотелось бы попросить? Вам страшно? У вас всё есть? Да, у вас. У нас счастье в доме есть, сплочённый коллектив, так сказать. Акция «Ёлка в каждый дом» уже стала традиционной. Она проходит в Люберцах четвёртый год подряд. Дарить новогоднее настроение жителям помогают местные предприниматели. А инициатором проекта является общественная палата городского округа. Луизия Гязырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.